Вот спросите у Игната Тихоновича, почему люди опаздывают везде и всюду? Как с этим бороться? То есть вообще, ну, на встрече там и везде. Ну почему все? Вы сказали все, а я никогда не опаздываю. Ну уже не все. Я вообще не опаздывал никогда, нигде, ни разу. Это никто не припомнит. Отец меня так приучил. Если зима, тебя люди где-то ждут. И тогда, чтобы никто не ждал. На богослужения никогда не опаздываю. Где какие встречи бывают, тоже нет. Зачем опаздывать? Все равно ты надо там быть. Никак просто понимать надо. Другому плохо от того, что ты так делаешь. Если договор был, если просто я где-то был, я не опоздал, а вовремя пришел. А тот-то уже пора ему уходить. Я же не знал. И делать тут ничего не надо. Просто не надо опаздывать, и все сказано. Какой тут? Тут никакого подвига нет. Лишний раз не обещайся. Я пообещался, я вернусь домой. Зачем? Задержались я, и солнце если закатилось, я из дома не выпущу. Опасно. А я обещал. Я ни разу в жизни не обещал. Если Богу угодно, и живы будем. И все. В этом я не вижу никакого вопроса. Просто надо быть человеком. Игнатих, а вот если вы назначаете там в такое-то время, а с той стороны человек опаздывает там или... Все, все, все. Это пятое качество лидера, беспощадность. Я его вычеркиваю. Он больше не будет здесь. Я предупредил, предупредил, дай вписанном виде, что есть обещание, я тебе не нужен. А зачем пакостить? Он опоздал. Это же смешно. Не знаю такого за собой, никогда не было. Храмы прихожу от... Сегодня я пришел на час раньше. В вокзал когда было, на час раньше пришел. Нас так родители научили. Чтобы никто никогда нас не ждал. Сверх того, что сказано. Просто все, Иван. Так дела. Игнатих, а вот что может сделать священник в рамках... В условиях московской патриархии? Если... Ну, как бы бороться с опозданиями? В условиях московской патриархии именно. Ну, надо порядок. Вот у нас написано так, что если кто-то опоздал, он должен написать объяснительную. Если опоздал, да оглашено и заедите, он в храм не заходит, а только на пороге стоит, в коридоре. А оглашено скажет, оглашено и заедите. Тогда только может зайти. Два опоздания считается за полное отсутствие. У нас все в уставах сказано. А бывает кто-то на работе, по-другому никак. Ну, это знаем, ему это не засчитывается. А у него уходить до окончания. А она медсестра, у него в это время работа начинается. Она, главное, что было, слышала. Раньше уходит и говорит, я пораньше ухожу, чтобы успеть на работу. Я не знаю, это... У нас нет этого. А если опаздывать, я крепко, просто крепко выговариваю. Дисциплина. У нас специально избраны наблюдатели, которые исполнительные, законодательная власть. Законодательные дали, а исполнителей нету. А у нас женщины. Платье должно быть не больше 10 сантиметров от пола. И все. И все так. Все до одной. Два платка. Вы видели, как у нас одевается повойник. Как хиджаб. Божья Матерь так на иконах. И вот мы только что вернулись. Вообще нету. Надо выбирать в храме. Расписание бесит, когда. Они остались. Идут занятия. У нас этого нет. Просто этого нету у нас. А если он опаздывает, я говорю, два опоздания считаются за отсутствие. Это все обговорено. Не знаю. У нас этого нет. При самом начале образования общины это все было обговорено. Свечка догорает, мигает и гаснет. За 30 лет ни одного агарка нету. Нету. Воск покупает на пасеке. Свои сестры рьют. У нас грамма нету примеси. Но однажды она брала, и чтобы она трубка выпускала свечу, она смазала, легонько смазала парафином. Все свечи забраковали. Ходить только куда-то, на улицу. В храм мы не запустили. Потому что чистым чистое. Левит 10 глава, 10 стих. Вот так. У нас дисциплина, как говорят, железная. С ребенком, если она, если ребенок плачет, обязательно вынести комнату для детей. У нас все распределено. Даже шепотом в храме нельзя разговаривать. За 30 лет у нас с тарелкой ни разу не ходят. Нету, тарелки нету. Включена десятина. Все. Десятина от Бога. От торговли от дьявола. Мамона. И Господь порол их и выкидывал. А прокидывал все. Ну тут ничего не надо. Надо делать просто и все. Я староста. У меня наблюдатели есть. Если кто-то шепотом что-то сказал, разборка тоже. Почему сказал? Вместе, чтобы не были. Да я вот там, айда, ребенок. Можно показать пальцами. Ну то есть у нас этого нету. Совсем нету. Безбородых нету. Бородушек управляли нету. Новенький приехал. Маленько усы там у него. Подстрижены. Сделали замечание. А замечание, значит, теперь, ну, прошла неделя только. Так, жене там им сказать. Он не знал. Не прикасаться ни на усах, нигде, ни одна волосинка. Женщины, все два платка. Вы видите, что показывают-то? Вот я грыжу, там Наталья так одета. Вот тут Надежда, рядом Суханова, наверное. Ну, которые люди у нас были. Вот посмотрите на них. Я кого назвал? Вот Надежда тут какая-то. Не моя ли Надежда там? Надежда, это ты там в платке? Посмотрите. Молчание. Наталья там, тут вроде башлык надеты. Ну, вот так. Спасибо, Христос, Анатолий Тихович. Братья, у кого, может быть, вопросы есть? Давайте. Пока возможность есть. У нас, если бывает, кто-то приходит, кто-то приводит, его заранее ознакомливают, и он, все правила, уже все его оденут, и все. Приехали корреспонденты где-то, у нас платки отдельно, сразу платки все надели, их даже не отличишь. Юбка короткая, у нас там в притворе там юбки, все есть, это в Потеряевке, а тут-то у нас никого нету. Тут же переодели, и все. Приехали помпрокуроры и милиция. А помпрокуроры, она в штанах. Вход в лагерь запрещен. Ну, я постою, почему мы вас переоденем, и зайдете, ну, ролик стоит. И когда она переодетая, ну, она просто молодая, видно. Как пошли отзывы, да она какая красивая, да сколько женственности в ней, как она выглядит-то там, ну, мужчину, но в самом деле она переменилась. Тогда у нас Никита был, он ей тут сразу юбку вытащил, она через голову надела ее. У нас, когда только регистрируют общину, все было обговорено. Вот представьте, с тарелкой не ходят, ничего не продается, нигде, ни разу, ни рубля. Десятина. Вот так. Ну, так все, никого нет-то. Так, наверное, надо молитву выбирать, кто будет молиться. Кто на молитве? Давай. Так, тут я мне трудно разобрать, кто есть, кого нету. Так. Тут такое дело. Ну, сейчас я выкрикну здесь. Ой-ой-ой. Тут Надежда то ли Суханова, или чья. Так. Екатерина Дубровская есть? Нету. Хорошо. А Елена Чиркина? Ой. Я здесь. Только у меня шумно, но я могу. Как? А кто вы? Елена... Чиркина. Да, Чиркина. Я здесь. А, Чиркина здесь. Ну, в чем дело-то? Сейчас вот братья тут пропоют, там, Иван или кто там, ну, там, достойно есть. И вы помолитесь своими словами, кратко, поблагодарите Святую Троицу, и громко скажите Аминь. И кто согласен с ее молитвой, все говорите Аминь. Молитва делается вашей. Во славу Божию. Достойно есть я кого истину, блажите Тя Богородицу, признаблаженную и пренепурочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстление Бога слова родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, наш Господь Иисус Христос. Слава Тебе за истину Твою, Господь, благою, которая дает нам пути указывать, как должно нам жить, и силу дает поступать правильно. Благодарю Тебя, Господи, что даешь нам знать Тебя в глубже с каждым днем. Благодарю Тебя за силу Слова Твоего. Да будет Тебя слава, Господи, за всех наших братьев, которые нас наставляют по Слову. Благодарю Тебе, Святый Божий. Хвала Тебе, да будет непрестанно. Аллилуйя, слава Тебе, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Пей, спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спасибо.